Итак, наши вайнеры, похоже, залетели. Меня зовут Азимжан Саидбаев. Я недавно говорил о Мударабе Кэпитал, где призвал людей вкладывать деньги. Ну и обещаю высокую прибыль. Я хотел извиниться за то, что я вам не сообщил об этом раньше. Да, тогда им было смешно, а еще говорят от сумы и тюрьмы не зарекайся. Эй, 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 стоп, стоп! Я сказал тебе надо извиниться за свою компанию. Чего там пирамиду мирами устроили? Обращение было, говорят. Полгода назад мы бомбили на эту тему и все время задавались вопросом. Почему же наших вот этих знаменитостей не привлекают к адам ответственности за рекламу финансовых пирамид? Ну и очевидно, у нас не было ни одного такого примера, чтобы где-то, когда-то кому-то дали хотя бы маленький штраф. Нет этого. Всем всегда все сходило с рук. Не так давно генеральную прокуратуру попросили ответить. Почему в Казахстане мы все смотрим агрессивную рекламу финансовых пирамид и ни разу никого за это не привлекли? Сегодня департамент полиции города Алматы, вот Турибаев, Шерниязов, Саидбаев и другие чуваки признаны подозреваемыми в совершении тяжкого преступления. Вот глазам, честно говоря, не верится. Даже иногда хочется спросить, а что, так можно было что ли? Ну не суть. Троицу эту даже арестовали, но двоих отпустили под залог в 3 миллиона тенге. И здесь вот, друзья, немного непонятно, вот куда у нас здесь подевалась логика. 160 пострадавших лиц, а ущерб составляет 2,3 миллиарда тенге. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! А тут вот фигурантов в дело отпускают под залог всего-то в 3 миллиона тенге. Это, конечно, очень странно, но хотя бы у нас есть случаи, когда отныне известность, влиятельность и деньги не являются препятствием для следователей Алматы. Ну не то, что вот как бы у нас в столице здесь. Я проститутка, ваша честь. Но сейчас не об этом. Давайте глянем на документы, которые сейчас распространяются в социальных сетях. Перед вами постановление о признании подозреваемым Туребаева и Мержана Малтыкпаевича. Это казахстанский вайнер, у которого 3,7 миллиона подписчиков. Лично с ним я не знаком, но знаком с людьми, которые фанатели от его творчества и попали на бабки, следуя вот его рекомендациям. Так вот, в постановлении говорится, что денежные вклады должны были быть направлены на участие компании-партнера в госзакупках. Однако, фактически этого не происходило. А вот учредители Щерниязов, Сейдбаев и Туребаев и другие часть денежных средств присваивали и тратили на свои нужды. Значит, следствие установило конкретные доказательства того, что вайнеры, чтобы пополнить свои карманы, обманывали людей. И похоже, это конкретно зацепило Туребаева, раз он после этого стал публиковать информацию, которая формирует такое некое деструктивное настроение у общества. Видимо, эту информацию вам специально вылили в инстаграм, чтобы вы немножко отвлеклись от событий в Талдыкургане, от событий в Жанна Узене. В Жанна Узене опять митинги в Талдыкургане. Люди от пыток умирают в департаменте полиции, там трое имели пацана. Вот здесь, на мой взгляд, самое интересное, друзья, что у него сейчас идет некий торг с государственной машиной. Мол, вы давайте снимайте с меня все эти обвинения и подозрения, а я перестану топить против вакцины, затрагивать тему пыток и критиковать власть в Казахстане. Это можно понять по трем его последним публикациям. В этой ситуации, друзья, немножко раздражает тот факт, что он снова начинает нам заливать какую-то муть. Помните Гарант 24? Не так давно это было. Тоже реклама с участием этих вайнеров. Но тогда Турибаев написал заявление и как бы все у него сошло с рук. В итоге на удочку попались десятки тысяч человек. Среди тех, кто попал в эту сеть, оказались актер Миржан Турибаев. В этой же ситуации с Туа Мудараа Кэпитал он также написал заявление, но здесь ситуация немножко посерьезнее. Вайнеры находятся в составе учредителей. И специально вот для вот этого хэштега я опубликую вот эту справку с госреестра. Здесь все. USB здесь, здесь все. Никита, Стас, Гена. На что рассчитывают вайнеры? Мне вот непонятно. Они хотят привлечь Мудара Кэпитал, а сами остаться в стороне что ли? Вот по закону учредители являются собственниками юридического лица. То есть не чужие люди, так сказать. Иными словами, вот сейчас вот как бы вайнеры это есть хозяева этого Туао. И гипотеза о том, что они были обмануты, ну никак не вяжется с тем, что мы имеем. Вот вам простой пример. Чтобы стать участником Туао, для этого нужно купить долю в этом Туао. Это самостоятельная конкретная сделка, которая удостоверяется нотариусом. И чтобы ее провести, необходимо что, друзья? Да, учредительное собрание. Где на повестку выносится вопрос о распределении долей, контрольного пакета, может так. Протокол подписывается всеми участниками. Заявление согласия в нотариусе подписывается участниками сделки. Договор купли-продажи доли установок капитала тоже подписывается участниками сделки. В ЦОН на регистрацию подаются документы с подписями всех участников Туао. А потом еще и факты оплаты за это сделки тоже подтверждаются бумагами. Поэтому сказать, что ой, я вот отдал деньги и стал жертвой обмана, ну как минимум глупо в данном случае. Да и ко всему сказанному, Туребаев упомянул о том, что он получил от Туао Мударах Кэпитал 4 миллиона тенге. И если это не было условием соглашения о расторжении договора по закону, отличить эти деньги от дивидендов сейчас практически невозможно. По этим вайнерам еще полгода назад поднимал вопрос депутат мажориса парламента Ли Юрий Виссарионович. Обращает на себя внимание активное участие в рекламе и привлечении казахстанцев в незаконный бизнес со стороны так называемых вайнеров, блогеров и других знаменитостей. Насколько нам известно, эти знаменитости сейчас говорят, что сами пострадали от обманных действий и являются жертвами финансовой пирамиды. На самом деле вы сейчас говорите очень громко. Мы вот юристы работаем с законами, которые пишет нам парламент. Тогда Генеральная прокуратура ответила, что на момент рекламирования вышеуказанной организацией финансовыми пирамидами не признаны. Поэтому правовых оснований для привлечения медийных лиц к адам ответственности по 150 статье нет. Наряду с изложенным они указывают, что в ходе следствия будут проверены на причастность всех этих блогеров, вайнеров и других знаменитостей к созданию финансовых пирамид. Органы уголовного преследования должны будут дать правовую оценку их действиям и решить вопрос о привлечении их уголовной ответственности за пособничество. Часть 5, статья 28 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Со своей стороны мы готовы разъяснить, что создание руководства финансовой пирамиды не ограничено во времени. То есть ее можно создать, ее можно создавать. И не обязательно участвовать в начале, в середине или в конце. Состав образуется с момента, когда они стали руководителями и, не дай бог, получили от этой компании хоть один теньги. Состав будет оконченным. А нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан, напомню, номер 5 от 2 октября 2015 года, разъясняет о субсидиарной ответственности всех учредителей. Ну и в помощь всем пострадавшим хотел бы напомнить о том, что у нас, согласно пункту 4 статьи 11 Закона о реабилитации и банкротстве, в случае нарушения учредителям любого законодательства Республики Казахстан, эти лица несут ответственность по возмещению любых убытков, которые были причинены в результате их действий. На этом у нас все, друзья. Не верьте рекламе знаменитостей и берегите свои деньги. Пока! Ну, конечно, ситуация с Мейжаном немножко непонятна. Несмотря на то, что он там качает свои вопросы, все равно он как бы уверен в том, что у него все под контролем. Все нормально, скажу, все хорошо, все под контролем. Поэтому в нашей стране нет никакой уверенности. Любой человек может выйти сухими из воды. Как говорится, доллар и решетку пили.